МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости» в студии Марины Бартинева. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Остановка автомобиля запрещена, а припарковать его негде. Как быть в этой ситуации, выясняла Наталья Замора. Эти грациозные птицы олицетворяют верность и любовь. Они прилетают к нам каждый год. На Лебедином озере побывала она Мельченко. Мама – главное слово в каждой судьбе. О том, какие мероприятия приготовили для праздничного дня армавирцам, смотрите в сюжете Юлии Еленежкиной. Дети счастливы, родители довольны. Армавирская детвора получила в подарок лошадей. Об этом расскажет Юлия Чернышева. Новые наказы от жителей получили городские власти на очередном сходе граждан, состоявшемся в районе линии во второй школе. За три часа, о которой шла встреча, удалось рассмотреть десятки вопросов. Подробности далее. Одним из выступавших перед участниками схода был участковый полномоченный полиции отдела номер один МВД России по городу Армавиру Виктор Котлеров. Он доложил о результатах своей работы и поблагодарил жителей своего участка за активную помощь. В своей повседневной работе я опираюсь на помощь вонтальной, введите информацию, как бы и в основном раскрываются все преступления, административные правонарушения. Большинство жителей довольны службой участкового. Андрей Харченко заметил, что сотрудники полиции, которые достойно выполняют свои служебные обязанности, заслуживают народную благодарность. Как вы оцениваете работу участкового полномоченного на данной территории? Нормально, хорошо. Я что хочу сказать об этом участковом? У меня подруга, знаешь, потому что для Рома чётко, быстро, среагировал человек, на место посадил тех, которые заелись. Хороший человек, очень рад, очень. Хорошо, спасибо. Поддерживайте, я обращаюсь к тебе. Все поддерживайте. Давайте тогда поблагодарим участкового за его работу и пожелать мне до конечной работы с населением на данной территории. Армавир, безусловно, ждёт светлое будущее. Многие жители и гости отмечают, что в ночное время город светится, как новогодняя ёлка. Освещение проходит в те районы и на те улицы, где его не было со дня основания. Но так случается, что свет иногда исчезает вместе с терпением горожан. Теперь ещё лампочки у нас. Входим без света. Лампочки без конца уже. Все жители, вот в наш подъезд, мы включали свои лампочки. В дом управления жаловались, они говорят, ну лампочки такие, наверное. И сейчас вводим без света. У меня вопрос, скажите, пожалуйста, у вас старший по дому есть? Даже не знаю, наверное, нет. Скажите, а в частном доме кто лампочки меняет? Вопрос отнюдь не праздный. Глава в который раз обратил внимание горожан на необходимость создания домовых советов. Только эффективное руководство самих жильцов сможет и замену лампочек вовремя заказать, и качество работы проверить. Если на квартирных домах выбраны советы по домам, соответственно, на квартирных домах будет эффективно эксплуатироваться. Если совета дома нет, старший по дому не выбран, соответственно, не только без лампочки будет ходить, но, наверное, ещё какие-то проблемы будут появляться. Сегодня собственники дома обязаны выбрать старшего по дому или выбрать совет дома. Закончился сход традиционным приёмом по личным вопросам. Градоначальник и сотрудники администрации выслушали все пожелания граждан. Проблемные вопросы глава дал распоряжение городским службам устранить в кратчайшие сроки. Юлия Денишкина, Александр Ширилеев, служба новостей Армавира. Армавир не мегаполис, но его проблемы сродни таковому. Количество автомобилей в городе растёт день ото дня, и каждый день армавирцы выезжают на дороге по своим делам. Каждое авто нужно где-то припарковать, ведь сделать это они всегда удаются по правилам. Причин множество. Наталья Замура о некоторых из них. С одной стороны дорожный знак «Остановка запрещена», с другой «Автомобиль, как говорится, на автомобиле, а машину ставить нужно». Вот и приходится правила нарушать. По-другому никак. Так объясняет своё правонарушение водитель со стажем Дмитрий Лукьяненко. Стоянка полностью не устраивает. Здесь никогда не подъедешь. Здесь всегда пробки и мим лица стоят. Вот видите, говорит, знак запрещен стоять. А где же стоять? Сюда невозможно проникать. В любое время подъезжаешь здесь полностью. Таксисты, частники мешают. Маршрутки мешают. Некуда встать даже. В районе Центрального рынка проблема парковки существует уже давно. И на что только не гораст водитель, чтобы как можно безопаснее пристроить своего железного коня. Вот на встречу с такими умельцами и вышли 23 ноября представители администрации и сотрудники госавтоинспекции. Согласно правилам дорожного движения, остановка разрешена на правой проезжей части на обочине. В ее отсутствии, если позволяет проезжей части, если более 3,5 метров, также разрешена остановка или стоянка транспортных средств, если нет запрещающих знаков. Кроме того, правила дорожного движения оговаривают, что остановка или стоянка должна осуществляться в один ряд параллельно проезжей части. Поэтому не стоит пренебрегать данными правилами, соблюдать их. И тогда на территории города Армавира будет наведен порядок и каждому транспортному средству найдется свое место. В ходе рейда оказалось, что бесхозных автомобилей в районе центрального рынка огромное множество. Они-то и становятся препятствием для движения других владельцев транспортных средств. Единственный способ борьбы с неправильной парковкой на сегодняшний день – это штрафы. И весьма ощутимые для бюджета нарушителей. В связи с последними изменениями кодекса об административных правонарушениях, увеличенные штрафные санкции в среднем размер наказания будут составлять 1,5-2 тысячи рублей. Кроме того, в настоящее время были внесены изменения в КОАП РФ, в соответствии с которым за нарушение ряда правил дорожного движения, в том числе за остановку и расположение машин в нарушении действующих правил, предусмотрена такая мера воздействия административного, как принудительная эвакуация транспортного средства. Штрафы штрафами, а машины все-таки куда-то ставить нужно. Как пояснил представитель администрации, в скором времени этот вопрос решится. В администрации города Армавира совместно с общественностью и предпринимателями разрабатываются меры по организации дополнительных стояночных мест. Наталья Замора, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Сезон аварии с участием мопедов в Армавире продолжается. Вечером 20 ноября видеокамера нашего народного корреспондента запечатлела последствия ДТП на пересечении улиц Карла Маркса и Лермонтова. Дорогу не поделили мопед и ВАЗ-2109. Последний врезался в девятку, а девятка – в дерево на обочине дорожного полотна. По предварительным данным, виновникам ДТП признан водитель мопеда, не уступивший дорогу ВАЗ-2109. Напомню, стать участником проекта «Народный корреспондент» сможет каждый. Если вы стали свидетелем какого-нибудь интересного, по вашему мнению, события, снимите это на видеокамеру мобильного телефона или фотоаппарата. За тот материал, который вышел в эфир, сможете получить вознаграждение. Подробности на сайте АМЕДИА ТВ. Доверенность на управление автомобилем отменяется 24 ноября. Именно в этот день вступает в силу указанное постановление правительства Российской Федерации. В большинстве случаев водители самостоятельно выписывают доверенности на управление тем автомобилем, на котором уже ездят. Собственник машины в этом процессе часто вовсе не участвует, а проверить подлинность доверенности на дороге практически невозможно, продолжит наш корреспондент. Для подтверждения своего права на управление автомобилем водитель должен иметь при себе водительское удостоверение свидетельства о регистрации авто. Согласно новому постановлению, доверенность также можно заменить полисом ОСАГО со вписанным именем водителя. Доверенности на управление транспортным средством в письменной форме отменяются только при управлении железным конем на территории России. Это не значит, что теперь не требуется вообще доверенность на транспортное средство. Это реально заверенная доверенность потребуется участнику дорожного движения при постановке либо снятии автомобиля с учетом МРЭО, если он не является собственником данного транспортного средства. Кроме того, если он не является владельцем автомобиля, чтобы забрать машину, например, со штрафстоянки, также потребуется нотариально заверенная доверенность. Второй пункт этого постановления правительство дает возможность тем, кто только что купил машину, поставить ее на учет в течение 10 дней. До 24 ноября нынешнего года этот срок составлял 5 суток. Юлия Чернышева, Станислав Чинский, Служба новостей Армавира. 30 ноября в отделе МВД России по Армавирус остается прием граждан начальникам ГОМВД России по Краснодарскому краю генерал-лейтенантам полиции Владимиром Веневским. Дополнительной информацией запись по телефону 45774. Полицейские обращаются к гражданам с убедительной просьбой своевременно записываться на прием. К другим новостям. Чем бы дитя не тешилось, да только б не плакало. Казалось бы, современных детей игрушками не удивишь, от компьютера за уши не оттянешь. Но все меняется, когда ребенку дарят коня, которого даже по эти кормить не надо. Раскроет тему Юлия Чернышева. Конь гнидой, вороной, сивка-бурка, вещая-каурка вскоре предстанут перед детворой, как лист перед травой. А пока надо подготовить все необходимое. Мочало, похожее на сено, есть. Нитки имеются, а чумелые ручки в наличии. В Армавирском краеведческом музее теперь сказка становится явью. Каждый ребенок вместе со своей мамой могут изготовить для себя свою лошадку. Пусть и игрушечную, но такую милую и интересную. У нас сегодня замечательный день. В преддверии Дня матери музей объявил замечательную акцию «Приведи маму в музей». И вот в рамках этой акции мы проводим мастер-класс по изготовлению русской традиционной игрушки. А 25 ноября у нас объявляется День открытых дверей, когда мамы со своими детьми могут абсолютно бесплатно посетить наш музей и провести этот день не только весело и вместе, но еще и с пользой. Мастер-класс по изготовлению русской народной игрушки проводился в окружении других игрушек. Кстати, сделанных вручную народными мастерами. Такая атмосфера располагала к творчеству как нельзя лучше. Мне интересно посмотреть на игрушки. Вот эту игрушку сделать красиво. Перегон отрошу. Да, с помощью мамы. Далеко, далеко. Ускакала в море молодая лошадь. Так легко, так легко. Не доволишь, не поймаешь, не вернешь. Вот она какая, лошадь золотая. Каждая из этих игрушек отправится домой к их создателям. Тем более, они сами пожелали забрать коняшек с собой в компанию к роботам и куклам. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Пожалуй, нет ни одной страны, где не отмечался бы День матери. Это праздник тех, кто подарил жизнь каждому из нас. И праздник этот довольно молодой, но уже пользуется популярностью. И по такому случаю Армавирцев ждет насыщенная развлекательная программа. Юлия Денишкина познакомит вас с ней. Мама, начало всех начал, любви и мудрости причал. Наша с вами цель – ознакомиться с праздничной программой, подготовленной для Армавирцев ко Дню матери. Итак, 24 ноября с 10 до 11 часов любая мама может стать обладательницей вот этой поздравительной открытки. Всего-то стоит прийти на центральную площадь и получить заветную поздравлялку. Такой пустячок, а настроение у мам улучшится. Чудо-маршрутка в этот день проедется по всем микрорайонам города. И не смолкая, будет громко говорить добрые и ласковые слова поздравлений. Целый час на площади будет работать камера и свободный микрофон. Ребята, вы просто обязаны подарить в этот день своей маме видеопоздравлялку. И я тоже присоединяюсь к этому. Дорогая моя мамочка, я тебя очень люблю, ты у меня самая лучшая. Я поздравляю тебя с этим прекрасным днем. Улыбаюсь я как мама, так же хмуряюсь я управо. У меня такой же нос и такой же свет волос. 25 ноября в 10 часов утра в самом людном месте города на центральной площади состоится акция «Поздравь мамочку». Немного позже для наших мам распахнутся двери и в краевом краеведческом музее. Мероприятие «Проведи маму в музей» отвлечет наших домохозяек от сергудней. А чуть позже в гости приглашают городской дворец культуры на радужную программу «Ах, мама, мама, мамочка». Сразу после выставки «Все тут же» в ГДК состоится концертная программа под названием «Быть матерью. Вот что важнее». Мамины руки – это тепло, мамины песни – нежность и ласка. Мама прогонит вселенское зло и превратит жизнь в приятную сказку. Юлия Денежкина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. 25 ноября отмечен в календаре еще одной знаменательной датой. Православные христиане чествуют икону Божией Матери Милостивой. По преданию, эта чудотворная икона была написана святым апостолом, евангелистом Лукой. Об этом наш следующий сюжет. Всякий образ с ликом Божией Матери на Руси почитаем особо. Икона, именуемая Милостивая, хранилась в одной из общин в Египте. Затем была перенесена в Константинополь, где на тот период времени правил грозный император Алексей. Однажды старцу-отшельнику Исаии было видение, в котором звучало повеление перенести икону на остров Кипр. После перенесения на Кипр икона Богородицы стала обильно чудотворить. К ней прибегали люди с разными заболеваниями и получали исцеление. Она еще имеет название Кикская от горы, которая имеется на острове Кипр. На сегодняшний день икона до сих пор хранится в монастыре. Единственное отличие тех времен – ее лик закрыт покрывалом, которое никто не дерзает открыть. Такая благочестивая традиция, что лик Богородицы и Божественного Младенца скрыт от глаз. Хотя имеются чудотворные списки, в том числе и в пределах Русской Православной Церкви. Икона, более похожая на смоленскую икону Божьей Матери, имеет тип Адигитрия. Для нас само название «милостивое» говорит, в общем-то, о многом. Анна Амельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Лебеди являются символом любви, чистоты и верности. О них слагают стихи, пишут песни и баллады. А еще они прилетают к нам каждый год на городское водохранилище. На этот раз в Армавире в гостях небольшая лебединая стая. За ней наблюдала Анна Амельченко. Уже не первый год эти грациозные птицы гостят в Армавире, приземляясь в одном и том же месте. Лебеди, облюбовав тихую гладь водоема, вновь уютно расположились на зимовье. На этот раз семья Пернатых небольшая. Мы с мамой в прошлом году тоже сюда приходили и тоже лебеди прилетали. В этом году прилетела вся семья. Мама, папа и три лебеденка. Важный и строгий глава семьи неустанно заботится о своих детях и верной спутнице, нежно оберегая их. Надо заметить, птицы вовсе не боятся людей. Они охотно подплывают к горожанам в ожидании какого-либо угощения. Я в прошлом году кормила их сухариками, они почему-то не едят. А в этом году мы купили с Раисой Михайловной булочку и они с удовольствием поели ее. Дивная, величественная – это все о ней, о птице, образ которой вдохновлял многих писателей, поэтов, художников. Ей посвящали свои произведения знаменитые композиторы классики. О них говорят, когда речь идет о верности, любви, преданности. Пожалуй, нет ни одного равнодушного, кто бы не восхищался чудесным созданием. Эти царственные птицы поистине являются украшением армавира. Анна Амельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. И в завершении выпуска еще одна информация. Телеканал ТНТ Армавир запустил проект программы «Твои новости». Народный корреспондент. Любой телезритель может прислать видео, которое, по его мнению, достойно попасть в выпуск новостей. За видеоматериал, который вышел в программе «Твои новости», телеканал ТНТ Армавир платит вознаграждение от 1000 рублей. Вся информация на сайте Амедиа ТВ. На этом у меня все. Далее традиционный прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами. Желаю только самых добрых новостей. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Удачных вам выходных, уважаемые телезрители. Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж. Стилист-визажист «Колибри Висконти». Телефон 8-918-159-12-89.